Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я позвал Бориса Сергеевича Бояршинова, с которым я уже беседовал очень много раз, количество раз подходит уже к 10, наверное, да, ну там может 7-8. Как даже не побольше. Может даже больше, да. Позвал теперь на наш канал, на Маткульт. Привет! Так что, Борис Сергеевич, Маткульт, привет! Привет вам! Маткульт, привет! Значит, знакомьтесь, кто не знает. Борис Сергеевич находится сейчас в Коломне на самоизоляции в связи с карантином, вызванным распространением коронавируса. Вот, поэтому мы будем вести беседу вот не в оффлайн режиме, а в онлайн, как уже, в принципе, пару-тройку раз мы это делали. Вот, то есть, как бы к обстоятельствам приноравливаемся. Ну, прежде всего, конечно, не все подписчики, я думаю, что две трети или три четверти знают вас, но не все. Поэтому тем, кто вас не знает, я, наверное, попрошу вас рассказать, но прежде всего, ну, рассказать про вас, да, но прежде я сам скажу, как я с вами познакомился. А меня как раз вот на моем канале несколько раз спрашивали, а вы знакомы с Борисом Сергеевичем Бояршином? Я говорю, нет, не знаком. Так, Алексей Владимирович, посмотрите, я набил в интернете, нашел огромное количество видеолекций по математическим дисциплинам. Вот, ну и я, значит, отвечаю в комментариях, типа, круто, вот есть человек, который тоже все оставляет в интернете, там, математику преподает в интернете. Нет, нет, Алексей, речь не о том, это да, само собой, но вы знаете, что у него есть свой собственный канал, там, и так далее. И вот после этого я уже вышел на вас, мы созвонились, вот в сентябре начали сотрудничать. Вот, а вот расскажите, как вам пришла идея в голову, что вы будете вот вести канал, на котором уже сейчас, у вас два канала, да? У вас два. В общем, один канал принадлежит не мне, давайте я что-то расскажу в самом начале. Значит, то дело было давно, дело было году, наверное, в 2000, там, сейчас скажу, в 2004 или 2003. Вот как-то так вот году я нашел себе подработку. Это, значит, видео-лекции читать для телекомпании СГУ-ТВ. У них раньше был тогда канал СГУ-ТВ, который теперь называется Первый образовательный. А телекомпания, как была СГУ-ТВ, так и осталась. СГУ-ТВ – это, значит, современный гуманитарный университет. Это было такое самое большое заочное высшее учебное заведение в России, которое потом стало называться Современная гуманитарная академия. Вот, и у них было что-то больше сотни тысяч студентов училось. И они с ними учились, они по всей стране. И у них с ними были каналы связи всякие там, да? И у них все время через спутники шла, если какие-то конференции обмена мнениями. И какой-то умный человек подсказал им, вы можете себе, немножко совсем добавив к этим огромным своим расходам, создать телеканал. Потому что, ну что, повесите тряпочку, поставите свет, поставите камеру, и будет себе показывать, значит, этих самых лекторов. Они будут читать. И они создали канал. Он, по-моему, в конце прошлого тысячелетия возник. Вот. Он, значит, круглосуточно вещал. И сейчас, кстати, вещает круглосуточно. У него так обычно, вот, три блока по восемь часов. Они вот повторяются, да, для всех. Вот. Он, значит, транслировался, его и через интернет смотрели люди. Ну, по всему свету. По всему свету. Даже смотрели в Чили, в Южном полушарии. Даже там. Даже оттуда. Русский есть, да? Даже оттуда мне как-то поступил звонок из Чили. Вот это да. Это русскоязычные люди смотрели. Понятно. Русскоязычные есть, да, там вполне. Да, понятное дело так. Вот. Ну, так вот. Так вот, это все дело, значит, ну, и мне... Я там подрядился 80 лекций прочитать по математике. Как там? Ну, типа так простенько-простенько. Математика для экономистов. А я уже со студентами-экономистами-то связывался. Причем студенты-экономисты бывают разные. Какой-нибудь эконом-фак МГУ. Это одно, да? В старое время, значит, экзамены по математике вступительной на эконом-фак были, наверное, ну, проще, чем на мехмат, но как бы не сложнее, чем на физфак. Вот по ощущениям, как я вот так вот смотрел. Ну, как бы не сложнее, чем на физфак. Вот. И потом все это дело, значит, кончилось тем, что я лекции прочитал. Мне говорят, вот здорово у вас получается. А я же долго читал. Они же вот выходить уже начали. Я еще читаю. Первый уже в эфире. Я последний еще не дочитал. Вот. А вот не хотите у нас вот попробовать повести какую-нибудь такую вот разговорную передачку. Вот. И даже название еще не придумали. Потом придумалось название. Собеседники. То есть вот я приглашал разных ученых людей. Ну, вот как вот Саватеева мог бы пригласить. Но в то пору мы с ним знакомы не были. И о чем-нибудь там 24 минутки поговорить. Вот такой стиль с вами. Ага. Говорим мы о том, о чем интересно моему собеседнику. Программа называлась «Собеседники». Она выходила два раза в неделю. Это было несколько... Ну, в общем, много лет это было, да. Потом добавилась еще программка. Называлась она «Фестиваль российской науки». Я там ездил сам с оператором. Ездил на машине в гости в какой-нибудь институт. Институт или на какую-нибудь выставку. Мне очень нравилось на выставке с ней ездить, да. Потому что на выставку приедешь. Там же много всего. Вот это пошел. Ну, на научно-техническую выставку. Таких много делали тогда в этом. На Пресне. В международном центре. Да, вот выставочный центр. Там вот я бы снимал много... Ну, короче говоря, вот так вот мы жили. Потом там стали байки выходить. Мои такие шестимин... Четырех- или пятиминутные коротенькие. Байки Бояршного я видел, да. Бояршного там их что-то больше трех тысяч, по-моему, было сделано. Про плоскую землю, да, в том числе то, что было. Про плоскую землю. Наверное. Там много про что было. Про что только там не было, да. И тут, значит, какой-то момент, значит, вот как-то вот так вот обсуждали. Что-то есть творческий коллектив некий. Там и режиссер, и оператор, художники. Вот. Там компьютерные дизайнеры, да, которые там... Там же компьютерная студия была, которая рисует студию, в которой это говорю. Вот. Ну, там всякие разные... Я причем лекции читал. Да, мне очень любил всякие лекции читать. Вот. Разные курсы придумывали. Не только математика там была. Там, ну, много чего было. Вот. Так вот, значит, там... Там что же случилось-то у нас? А вот, говорит, а вот, надо, говорит, блог бы вести. Это, говорит, замечательно. Сейчас это так вот принято, видеоблога. Вот давайте попробуем. Да. Я, кстати, тут вот мы как-то стали думать, обдумывать, как это делать, пробовать. И я говорю, вот как... Я стал рассказывать какую-то очередную свою, значит, байку. И говорю, был я однажды на Дне науки. Это День науки. Я так назвал мероприятие, фестиваль науки в МГУ. Был как-то я раз на Дне науки. А меня спрашивают, а где это Дно науки? Вот. А-а-а! Вот. И вот так вот появилось название на Дне российской науки. От слова День, а не от слова Дно, да. Нет, тот канал, который был, тот, значит, СГУ-ТВ, которым владеет до сих пор, естественно. Но, значит, был там, вот мы снимали, такие были у нас видео с лампой, да. Такая была там лампа. Я был в каком-то таком, значит, шарфике. Передо мной катал режиссер эту самую решетку. Там какие-то тени были, свет был какой-то. Ну, все очень было здорово, интересно. Там, значит, был стеклянный стол, на нем какие-то фотографии лежали. Вот тут меня с разных сторон снимали, монтировали. Ну, в общем, все как настоящее телевидение. Вот. Но потихонечку, потихонечку, канал-то малобюджетный. Ну, и, естественно, все малобюджетнее, малобюджетнее становилось. Вот как-то мы перестали это снимать потихонечку. Потом еще что-то, еще что-то, еще что-то. А в какой-то момент я сделал свой каналчик вот этот, да. Вот, который назвался «Борис Бояршнов со дна российской науки». Чтобы так люди понимали, откуда это Борис Бояршнов. С того самого «Дня науки», да. Со дна российской науки. Вот. Ну, вот на этом уже у меня 106, по-моему, тысяч подписчиков. И на том, там 70 тысяч. Вот там как так вот. Там сейчас показывают старые мои видео, выкладывают, значит, администрации того канала, выкладывают старые видео, которые у них в архиве. Это хорошо знакомят. Там очень много интересных. Там же тысячи, буквально, но. То есть это просто один раз показать хватит лет на пять. Как пять. Мало пять. Это тысячи там. Это не на пять лет, простите. Огромное количество, да? Да, короче, лет на 10 это хватит. Да, это легко хватит. Даже если не все показывают. Вот. Вот такие вот вещи там были, да. Вот. Только есть вот собеседников показывать, фестивали показывать. Те вот это. Ну, там собеседников и байки показывают. Они, по-моему, вот это выбрали. Вот. Фестивали, я не помню, что-то не видел у них там, показывать или нет. А здесь вот это. Вот так вот оно и вышло. Ну, понятно. И он так. Вот как он развивался? То есть, грубо говоря, первые 10 тысяч вы за сколько времени набрали? В чем дело? Я и так был в медийном пространстве, это более-менее известен. Потому что меня и так на улице останавливали, можно мы с вами сфотографироваться. Да, да, да. Это было. К этому я уже привык много лет. Потому что еще вот, особенно люди приезжие, да, особенно. В Москве это СГУ-ТВ, первые образовательные, мало смотрели. А вот в некоторых республиках это был, например, единственный русскоязычный канал. Единственный. В какой-то республике, значит, там, значит, были сложности с тем, как эту республику воспринимают наши центральные каналы. Им, значит, затрудняли вещать. А вот нас оставили. А мы там про их республику вообще ничего не говорили. Мы там все про синус 30 градусов, про бегемотов, про каких-нибудь тюленей и оленей. Вот. Ну, пожалуйста, говорите там про оленей и про вечную зиму, да? Пожалуйста, рассказывайте нам. Да. А что вам надо? Вот он, круглосуточный русскоязычный канал. Ну, круглые сутки вещает. Поэтому там, хочешь не хочешь, вот нас смотрели неких республик. Вот так, говорят, было дело поставлено. Вот. Ну, а потом, вообще говоря, так вот, в провинции тоже хорошо знали, в Чебоксарах, ну, в других городах. Ну, вот такие вот вещи, да, были вот так вот. То есть, а потом, ну, как-то так это привычно было. Когда он появился, сначала-то в Ютубе тот появился канал, вот, на дне российской науки. Но когда появился со дна, он как-то быстро набрал, потому что, ну, просто люди знали. С того, да, с того перебежали, да? С того канала стали заходить и на этот канал, и все, он быстро стартовал. Потому что у нас было вот, когда мы работали... У меня было большое предыдущее вот это, так сказать, бэкграунд, как вы говорите, да? Ну, да. У меня было прошлое, да? Я деятель, телевизионный деятель с прошлым. Да, все понятно, да. То есть, так было проще. А как вот это вот оно... Вот у меня на моем канале как-то, на нашем канале, вот Маткульт, привет, на нем то так, то так, то так, то так. То быстро идет, потом какой-то отдых такой, потом опять быстро, опять отдых. Вы замечали это или это случайно? Да, замечал. А есть какое-то объяснение такое вот логичное? Ну, тут разные есть объяснения. Есть два объяснения. Одно объяснение, что в разные сезоны разная активность у зрителей. Но это мне не очень нравится объяснение. это скорее объясняет количество просмотров. Действительно, бывают такие сезоны, когда у людей много свободного времени, там много просмотров. А второе объяснение, оно мне больше нравится, о том, что мы, видимо, подходим к исчерпанию возможной аудитории. Все-таки любой канал, он имеет какую-то свою аудиторию. Есть, конечно, самые такие каналы счастливые, у которых огромная аудитория. Вот есть такие. Но это, к сожалению, огромная аудитория. Это аудитория, скажем так сказать, ну вот, балбесов таких вот. Не всегда, да, это те люди, которых мы хотим видеть. Да, это правда, да. Не хотим видеть, чтобы проучить. Но научить, то есть не проучить, а научить. Пролечить, как говорят врачи, да. А учителя должны говорить проучить, да. Нет, мы все-таки учим, а не проучим. Ну вот как-то так вот, да, вот они. То есть к этому нужна определенная готовность. В принципе говоря, вот на наших с вами каналах, ну, так или иначе идет некое, так сказать, знание поставляемое, да, знание. Знание. А чтобы знание залить в голову, она не должна быть уже пустой. Понимаете как? А вот это вот, значит, вот чтобы залить бензин в бензобах, прежде всего он должен быть пустой. Иначе он туда не влезет. А вот голова, чтобы залить знание, она должна быть уже полной. Вот только тогда она их воспримет. Вот это вот деталька такая. То есть нужно искать голову заполненную, причем заполненную вполне определенными знаниями, да. Ну вот таких голов вот видны. Может быть какие-то так вот перерывы постепенности есть. Ну то есть вот прерывание, так опять рост. Может быть это связано с тем, что просто вот нас открывают для себя какие-то вот зрители, которые в нашем сегменте Ютуба никогда не были. Ну вот скажем, они смотрели какого-то блогера, да. А этот блогер вдруг, значит, с нами провел стрим там, да. И пошло, да, пошло. А и, значит, какая-то группа людей с того канала, значит, тоже приходит на нас посмотреть, да. Вот это такое вот бывает, да. Вот сейчас вот, может быть, вот мои зрители к вам придут, ваши зрители ко мне придут. Вот, пожалуйста, мы друг дружку увидим, да. Да, у нас, правда, надо скорее всего уже многие… Отменяемся, причем у нас это не… они у нас и останутся уже. Да, да, да. Это вот я как привожу пример. Ушение с них в охват аудитории. Да, то есть как бы если считать, что каналы растут на самом деле все, то вопрос в скоростях роста. И здесь коллаб означает ускорение относительно роста других каналов, наших двух. То есть наши два ускоряются. И в относительном положении становятся более такие, как бы, почему коллабы нужны, почему вот это. Ну, у вас очень много коллабов, и явно это тоже… Это коллабы, да. Но дело в том, что вот этот вот рост все-таки, он за счет вот неохваченной еще аудитории происходит. Да. В основном, да. А неохваченной аудитории там вот, ну, просто кто-то случайно не попал. Да, да, правда. То есть количество таких по экспоненциальному закону падает. Уже, конечно, все, да, уже скорее всего. Ну, вот я оцениваю там наш канал, если он продолжит в том же духе, то есть будет, в общем-то, все равно математикой в первую очередь настоящей, а уже во вторую очередь там олимпиадной, в третью очередь какие-то красивые ЕГЭ, то есть если он будет в первую очередь настоящей математикой, то в русскоязычном сегменте мировом мне трудно себе представить больше 100 тысяч, хотя некоторые из моих, ну, спонсоров, да, помощников, они говорят, да ну ты что, есть какие-то каналы, где девчонка какие-то сумки открывает в прямом эфире, и у нее по 5 миллионов. Ну, это же не, ну, как бы... Сумки в прямом эфире, мы-то с этого не открываем. Ну да, ну вот, как бы, то есть идея такая, что я думаю, что на 100 мы замахнемся, ну, тем более вы видите, да, что вот до 100 все-таки, да, до 100 явно доползает такой вот серьезного уровня научпоп, он доползает. Ну, кстати, у меня была идея такая, открывать сумки, значит, вот с книжной ярмарки принесенные, да. Вот это была такая интересная. И, кстати говоря, на моем канале, вот на вашем математика, да, вот вы сказали математика, настоящая, олимпиадная, ЕГЭшная, так, ну, все это математика. Да, математика, в первую очередь, настоящая. У меня там физика даже не самое главное место занимает. Там у меня, так сказать, общие такие, ну, как бы сказать, вот есть теперь такая дисциплина появилась после советской власти, концепция современного естествознания. Вот это скорее вот она, КСЕ. А тут у меня обо всем. Тут у меня и астрономия, и физика, и химия, и биология, потому что такая очень интересная тема. И, кстати говоря, что самое интересное, история тоже. Потому что история тоже поддается вот математическому, во-первых, осмыслению, и осмыслению математическим умом, и более того, ну, вот столько, значит, истории не имеется в слагательном наклонении. Вот есть же такая, называется, дисциплина учебная, история войны военного искусства. Так она как раз поддается осмыслению. Вот как бы надо было, что бы было бы, если бы он бы сделал бы вот так, как анализ шахматной партии. То же самое с историей, что значит, история не имеет слагательного наклонения. Ну, вот смотрите, вот, например, вот простой пример про нашу историю, историю с семнадцатого года. Ленин Владимир Ильич, я вот помню такой хрестоматийный момент. Ленин, значит, в семнадцатом году летом, он еще не уехал в шалаш в разливе, он еще летом на легальном положении в Петрограде, и вот там, значит, какой-то идет, не знаю, конференция, выступление, ну, в общем, какой-то между собойчик политический, идет в Таврическом дворце, и выступает там, значит, меньшевик Церетелли. Вот так это вот всегда. И меньшевик Церетелли говорит. Теперь, значит, полным текстом, что говорит Церетелли. Не то, как нам рассказывали. Он говорит так, вот сейчас Россия находится в таком положении, что она пятьдесят лет занимала деньги на, значит, в Европе, во Франции в основном. И, в общем, сейчас она стала безнадежным должником. И в России нет ни одной партии, которая бы взяла на себя ответственность за сложившую ситуацию. А Ленин, значит, снимает кепочку и говорит, есть такая партия. Помните, что там Бендер в фильме, это говорит, 300, это вот была пародия на есть такая партия. Ну, этого никто не заметил и пропустили. Он же не картавил, он же не говорил, есть такая партия. Он сказал, 300, все нормально, так в сценарии, все, так у автора. Чего вы говорите? Он же не сказал, есть такая партия. Вот, 300. Гамиашвили, актер такой был грузинский. Вот, ну, вот, ну, так вот, значит, такая вот история вышла с Лениным. Вот, значит, когда Ленин к власти пришел, он вопрос решил мигом. А, говорит, мы платить не будем. Теперь, значит, заканчивается гражданская война, заканчивается мировая революция, потому что она не получилась. Они-то как думали? Вот мы сейчас по теории, вот у Марса как написано, мы сейчас захватим власть и сделаем... Вот Россия – это слабое звено. Россия – это слабое звено. Слабое звено – это просто плацдарм. Здесь можно власть захватить. А потом отсюда пойдет мировая революция. Вот, на Варшаву, потом на Польшу, и как это, потом на Париж, Лондон и мировая революция, да? Вперед, товарищи, да, в наступление. Значит, конармия. Да, ну, конармия-то вот она в Польше потерпела поражение. Две революции, значит, были в Советской Республике, Венгерская и Баварская, тоже потерпели поражение, потому что они не смогли показать такой уровень жестокости, который у нас, значит, красные революционеры показали. Вот, вот это вот все. Что делать? Гражданская война кончилась, власть в руках. Что делать? Ну, значит, Ленин, он был мудрый Ленин, от него никак не денешься. Он мудрый, но есть мудрый. Он и говорит, надо... Люди моего поколения четыре с половиной года изучали собрание с членом Ленина. Мы его знали очень хорошо. Как его эволюционировала его мысль. И он, значит, говорит, что мы, в общем-то, неправильно понимали, видимо, социализм. Он ко всем другой. Это нам надо разбираться. Давайте, говорит, сделаем сейчас, говорит, НЭП. Новую экономическую политику. И вот сейчас обычно, когда вспоминает НЭП, значит, говорит, ну, вот, говорит, говорит, замена продразверстки на продналог. Крестьяне теперь могли торговать, зарабатывать деньги, покупать на эти деньги сельхозтехнику. Даже трактора покупали. Потом, значит, они... Значит, в городе может начаться бизнес, да, то есть торговля ресторанов. Ну, в общем, вот все такое мелкое производство какой-нибудь. Какая-нибудь там лавка гробовщика там, да, из фильма очередного про Стапа Бендера. Еще что-нибудь в этом роде. Туда ее в качель, да, туда ее в качель. Туда ее в качель, да, вот. Это все вот такое вот такое. Вот это вот, да. И помню, тогда моя бабушка рассказывала. Ваша-то бабушка, ее купили, она говорила, что была Октябрьская революция, да, помните бы, в прошлый раз рассказывали. Да. Я доказал, что... А моя бабушка, значит, она рассказывала, что как только вот начался НЭП, а это здесь, в Московской области, сразу все появилось. Даже лимоны. Вот откуда-нибудь. Вот нечего было есть, в том раз, и даже лимоны. Вот откуда могли взяться лимоны в Московской области? Выросли? Вот непонятно. Ну, короче говоря, появилось все. Но у этого НЭПа был еще один элемент. Мы это тоже в школе проходили, но не получился этот элемент. У Ленина были два хороших товарища. Они достаточно, на самом деле, были его товарищи. Они были одного с ним, Поле Ягоды. Он, правда, был юрист, а они были инженеры. О чем инженеры действующие? Инженеры, которые успели побывать, так сказать, командирами производства в дореволюционное время, в том числе за границей. Красин Леонид Борисович. И, значит, Крыжжановский. Крыжжановский, да. Оба они были инженеры-электрики. Ну, так уж получилось. Это самый был такой передовой, так сказать, отряд инженерии, как вот сейчас компьютерщики-ракетчики и атомщики, а тогда электрики. Ледокол, да? Ледокол Красин? Есть ледокол Красин, да. Это бывший ледокол Светогор. Это родной брат, так сказать, Ермака, построенный в Англии в семнадцатом году, и его, значит, Россия, Красная Россия с помощью Красина выкупила оттуда. Да, он с ним переговоры вел. Но зачем вам нужна эта ржавая железяка? Куда у вас льда-то нет? Ну, продайте нам, мы вам деньги заплатим. Ну, немного, у нас много нет. Ну, ладно, бери, плыви в свою Красную Россию, в свою Савдену. Вот, вот такие дела. Ну, так вот, так вот, значит, Красин, это он был идеолог вот этого дела, ну, Коржановский, может быть, в меньшей степени, хотя Коржановский был очень близкий друг Ленина. Он с ним вместе, значит, создал, как это называется-то, борьба за освобождение рабочего класса, помните? Там еще Мартов был, Жановский, да. Группа, да, какая-то? Группа, да. Ну, в общем, борьбу за освобождение рабочего класса, да? Группа борьбы, что ли, за освобождение рабочего класса? Как так она называется? Ну, это не группа освобождения труда, конечно, да, которая... Это следующий за ней. Группа освобождения труда была за границей, там был этот самый... Там легко запомнить по первым буквам неприличным. Плеханов Игнатов, Засулич, Дэч, Акселерон. Вы запоминали по первым буквам, произнесенным одним словом. Да, 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 да. Вот, это вот, значит, там была группа освобождения труда. А эта вот группа была освобождение... Борьба за освобождение рабочего класса как-то. Группа, да, она называлась. Вот, так вот, значит, идея была такая. Ввести в стране, вот еще что, система привлечения западного капитала. Давать им возможность здесь строить заводы. Вкладывать капитал, строить заводы. Это вот, так сказать, концессии. Вот, получайте концессию, строите завод, ну, делайте что-то купное, зарабатывайте деньги, у нас будет развиваться экономика, да? Вот такая была идея. Ну, представьте себе, только что отказались платить деньги, которые 50 лет брали, а теперь приходите к нам, вкладывайте деньги, а вы нас опять прогоните, да? Но кто-то пришел, да? Там были какие-то люди, я помню. Кто-то был, по-моему, Арманд Хаммер был. Один только был такой человек, Арманд Хаммер. Кто-то был, да, да, да. Сделал карандашную фабрику, хаммеровская, да, хаммеровские карандаши были ли, гаммеровские их еще называли. По-моему, буквы H первые, хаммер. А у нас в немецкий манер читали, гаммер. Вот эти гаммеровские карандаши. Это теперешняя фабрика имени Сакко и Ванцетти. А еще в Сибири, вот в Кемерово там какой-то был дядька, который разрабатывал Гузбасс. Мне год назад, по-моему, рассказывали там, во время экскурсии. Да, да, да. Были отдельные такие вещи. Отдельные были, да, 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 да. На Алтае там была тоже британская концессия по добыче золота. Что-то там было такое более серьезное, что-то с известью связанное на Урале, и все. Ну, то есть их было очень мало. Там можно было считать, наверное, по пальцам двух рук, пересчитать можно было точно эти все концессии. Вот. И, короче говоря, не получилось ничего. Все это не получилось. И все не кончилось тем, что куда-то эти концессии пропали. То ли их выкупили, то ли их отняли. Ну, у Хаммера выкупили. Хаммер был хороший. Хаммер ходил к Ленину. У него была записка «Товарища Хаммера пропускать ко мне в любое время». Ульянов Ленин. Подпись такая. Уже старенький он, при Брежневе еще к нам дела имел с советскими. Да. Он тут строил где-то на юге, на в Российске, что ли, большие заводы по производству фосфорной кислоты. Это называлось компенсационная сделка. Значит, строят завод, и он получает прибыль своей доли вот этой фосфорной кислоты вести ее в Америку. Ничего себе. Я не знал. А это... То есть при Сталине уже даже следа не было таких? Или как? Нет, следа не было. Не было следа. Вот он приехал при Брежневе с этой запиской. А значит, хочу в Мавзолей. А Мавзолей закрыт. Ну, он говорит, вот видите у меня записка товарища Хаммера пускать ко мне в любое время. Чем это кончилось, неизвестно. Но вот эта записка была продемонстрирована охране. Что вот товарища Хаммера можно пускать ко мне в любое время. Понимаете, какое дело? Записку он это, естественно, хранил при себе. Да, вот такие вещи. А вообще он нашел себя. Он нашел себя в бизнесе и, соответственно, сделал деньги. У Ленина там, опять же, мы же собрание с ученией изучали настоящим образом четыре с половиной года. У него там по поводу культуры вот совсем немного цитат. И вот там есть одна цитата о том, что вот надо распродать вот эти вот ценности всякие художественные, которые вот остались нам от капиталистов. Ну, вот оставить что-нибудь характерные по каждому периоду истории искусства. Остальное продать. И вот это вот в огромном количестве, остальное, включая яйца Фаберже, но должен был продавать Хаммер. Вот это вот огромное количество вот этого товара, но оно было действительно очень огромное, цены все равно упали. Не знаю, насколько искусственным спекулянтом был Хаммер, но вот. Но он на этом деле, конечно, зарабатывал деньги. Вот, Хаммер зарабатывал деньги. Это был единственный, кто согласился продать веревку, на которую его самого же повесят. Только его не повесили, он на этом стал миллиардером. Ленин говорил, нам, говорит, за деньги, они продадут веревку, на которую мы их самих же повесим. Вот она, за деньги веревка. Приходите к нам еще в любое время. Вот такой вот повесить. Повесить его не удалось. И так вот общего такого движения не было. Вот, тем более, такие слова, если говорят, да? Какие вам там концессии с такими словами? Ну, короче говоря, вот, не срослось. Не надо, надо было деньги доплатить. То есть вот, а вот представьте себе, если бы не было бы вот этого между собойчика, если бы не ляпнул эту глупость Ленин, да? Ну, не было бы его там, ну, заболел бы он, ну, охранка бы его арестовала бы, да? Ну, она не была охранки. Задержали бы его. Дела какие-то другие. На каком-нибудь митинге выступал бы где-нибудь. И все. И не пришла бы революция. Он бы сказал, ребят, потерпите. Отдавать все равно нечем. То есть вопрос бы не обсуждался просто, да? Отдавать сейчас нечем. Действительно нечем отдавать-то. Все равно это надо пролонгировать, как это называется, ну, значит, диверсифицировать и так далее, всякие слова-то. Много всяких слов можно было придумать заграничных. Ленин их знал. У него классическое образование было. Латинский и греческий языки он знал. Ну, все. А мы, Людиш, и удалось бы это все делать. И никакая бы не нужна была раскулачка, никакая индустриализация. Людиш, бы все по-другому повернулось. Что бы произошло тогда? Если бы Ленин не отказался платить долги. Он их все равно платить не мог. Ну, не надо было слова сказать, мы вам платить не будем вообще. Он же нечем платить. Ну, бери его, что тебе дать, да? Ну, что тебе нужно? Что ты хочешь взять? Да, страна голодная, холодная и плохо пахнущая. Ничего пока не будем брать. Отложим на потом. А пока, чтобы вам потом было чем платить, мы вам сейчас еще взаймы дадим. Это нормальная позиция. То есть не началась бы интервенция, в смысле, да? Ну, интервенции-то не было. Это была гражданская война. У нас была гражданская война. Какая там интервенция была? Ну, ради бога, какая интервенция была? Это рассказы дядюшки Римуса. Это самая интервенция. Ну, давайте говорить, давайте интервенция англичан на севере. Для чего англичане были на севере? Для того, чтобы финны не заняли вот эту всю территорию и не отрезали бы Мурманск от основной территории, да? И вот для этого англичане собрали там красных финнов, собрали китайцев, которые работали, вооружили их и направили воевать против белых финнов, да? Вот это вот начало такая, первая советско-финская война. На самом деле, ее организовали британцы для того, чтобы защитить советскую Россию молодую, да? Потом, значит, американцы высадились во Владивостоке. Почему? Значит, очень и Антанта переживала, что Россия вышла из войны. Россия вышла из войны. Там, значит, огромные ресурсы, которые в Россию поставлялись, Антанты, для поддержания войны, они теперь могут достаться немцам. А Япония, говорят, а Япония тоже бы Антанта взяла. А можно мы займем Сибирь? Можно? Можно? Сейчас мы займем Сибирь, высадим Сибирь. Да-да-да-да, против была Америка категорически. Она не хотела, чтобы усиление Японии было на Дальнем Востоке. И вот, значит, в Филиппин приплыл корабль американский. Американцы высадились в Владивостоке, а там уже японцы. Ну, такая вот патовая ситуация, и ничего не случилось там. То есть вот такого вот натиска на Сибирь японцы не сделали. Хотя она открытая была в Сибири, там власти не было никакой. Ни красной, ни антисоветской, ни советской. Вот они предотвратили. Я имею в виду следующее. Вопрос такой. Ну, да, я понял, с интервенцией я понял. Вопрос такой. А что именно изменилось бы вот по сравнению с этим? То есть почему не было бы... Так бы не только НЭП был бы. А. Были бы еще концессии настоящие. А, понял. Все бы приехали к нам. Не надо было бы вот это вот себя все вытягивать, чтобы купить оборудование для заводов. Нам бы вот так дали. Все, понял, да, понял, понятно. А мы ведь это вытягивали, вот это все, индустриализация была. Вот для нее сделали коллективизацию, разрушили деревню. Да, понятно, понятно. И все из-за одной фразы, да? Не из-за одной фразы, это за твое решение потом. Фразы-то там каких только не говорилось. Есть такая партия, ну и ладно. Вот, в конце концов-то. Ну, есть она и есть. Ну, вот это вот было же. Вот если бы этого не случилось, в принципе говоря, маленькая деталька, маленькое решение, которое в тот момент, на самом деле, роли никакой не играло. Потому что все равно отдавать было нечем. Вот такие вот дела бы случились у нас тогда. Да. Интересно. Ну, вот я такого рода рассуждения на своем канале допускаю. Ну, многим не нравится. Есть такие товарищи, которые очень любят Сталина. Они говорят, что при Сталине хорошо жилось. Что-то было прекрасно. Они это точно знают. Они смотрели кино. Да. В кино там было солнце, все время светило. Вот. И там было все очень хорошо. И при Сталине. Но при Брежневе-то я сам помню, я был молодой. Да, действительно, все было хорошо. Погода, погода. Боис Сергеевич, погода тогда лучше была. Не было это ни до зимы, ни до лета. Вот это точно. Может быть, может быть. Но самое главное, что тогда очень многого чего сейчас есть не было. Вот то, что сейчас люди чем недовольны, и почему они начинают Сталина вспоминать, вот тогда просто про это говорить нечего было. Вот сейчас свобода, уровень свобод, уровень возможностей экономических сейчас несравнимо выше, чем был при Брежневе. Значит, а вообще, я хотел спросить еще, на самом деле, про одну тему. Может быть, имеет смысл повторить. Эта тема на вашем канале однажды выходила в разговоре со мной. Но дело в том, что мне это очень интересно, для меня эта тема очень интересна в силу моего идеологического крена глубочайшего. Вот Сталина я не люблю, а вот в Бога я верю. Ага. Вот я помню, что вы как-то по-научному объясняли, что вероятность случайного возникновения жизни чрезвычайно низка. Ну да, там было такое, это не по-научному, это просто, так сказать, ну факты такие, да? Ну да. Это как говорила эта самая Васса Железнова, и говорили, это у вас все от Достоевского. От какого такого Достоевского? От жизни это, она говорила. Вот, так это от какой такой науки? От жизни это. От жизни, да. От жизни это. Да, пожалуйста, расскажу. Вот у нас тут такая замечательная Солнечная система есть, начнем с этого, да? Замечательная Солнечная система, где мы живем. И, кстати, она очень удобная и уютная у нас. У нас так вот получилось, что планеты Земной группы здесь более-менее близко к Солнышку болтаются, да? Более-менее близко к Солнышку. То есть, тут тепло. Как говорят, зона Злаковласки, так иногда называют. Ну, зоны, где такие вот температурные условия, так более-менее подходящие. Вот. А планеты-гиганты там где-то далеко летают. Так вот, значит, помнится, была такая первая гипотеза или первая модель, если хотите, образования Солнечной системы. Модель такая. Модель ее называют Кант и Лаплас. Это, кстати, по вашей части, по математической Лаплас. Ну, Кант только идейку кинул. Вот. А этот уже все развил. Значит, идея такая. Значит, вот прото-звездное облако, да? Оно, значит, как-то медленно движется, начинает сжиматься под действием гравитации. И сжимаясь, оно, значит, превращается в Солнышко, да? Ну, от себя добавим, чего Кант и Лаплас не знали. Внутри повышается, значит, плотность, температура, начинается термоядерная реакция, и Солнышко засветило еще к тому же. Вот пока оно сжималось, у него увеличила скорость вращения. Почему? Закон, заклинание, закон сохранения момента импульса. Понятно, вот движемся мы, значит, по кругу, балерина, да? Значит, вот там импульс, это скорость умножить на массу, момент импульса еще умножить на радиус. Уменьшаем мы радиус, значит, должно увеличиваться скорость. Масса-то не увеличивается, должна увеличиваться скорость. Причем, значит, все, он стал вращаться. И он дальше у Канта Лапас. И тут, говорит, с экватора начали отрываться комочки, которые стали зародышами планет. Стали отрываться комочки, ставшие зародышами планет. Так они говорят. Вот. А, ну, это как вот балерина крутится, а у нее с этого платья отрываются эти самые блестки. Вот примерно такое же соотношение массы планеты и массы Солнца, да? Понятное дело, что весь момент импульса в таком случае остается за балериной, или в нашем случае за Солнцем. А вот экспериментальный факт момент импульса Солнечной системы это в основном момент импульса планеты, орбитального движения планеты. Вот так получилось. То есть, это вот не попадало. Значит, как это объяснить? Не знали. Первый предложил гипотезу Отто Юльч Шмидт. Отто Юльч Шмидт, он, кстати, по вашей части математик. Да, он браист. Значит, завкаф и основатель кафедры был, по-моему, алгебры. Да, и полярный летчик. Он полярный исследователь, он не летчик. А полярный исследователь. Он начальник был глав Всевморпути. Когда расстреляли, значит, Николая Ивановича Бухарина, он стал вместо него главным редактором большой советской энциклопедии. Когда, значит, ну, он заведовал этим самым главсевморпутем, это значит, там, что у нас тут главсевморпуть-то? Это, значит, лагеря, лагерями заведовал. Вот он такой был человек, испачканный, да. И вот у него была гипотеза, он свою гипотезу. Он говорит, что дело было так, солнышко летело, а тут был космический мусор, остатки взрыва сверхновой звезды. И вот он летит, момент, импульс-то большой, он их зацепил, и вот и получился момент импульса такой. А вот потом из этого облака протопланетного вещества, уже не протозвездного, протопланетного, и образовались планеты. Потом, значит, входит движение вокруг Зем-Солнца. Вот. Это, значит, моделька такая вот, получила название гипотеза Канта-Лапласа-Шмидта, да, и, в принципе говоря, никаких возражений против нее серьезных-то не было. Были разные мысли, ну, во-первых, Шмидт плохой, он же глав Севморпуть возглавлял, он же после Бухарина был, да, он плохой. Такое жесткое возражение, да. Он плохой был, да, и поэтому его вот старались, так сказать, Фисенков был такой великий наш астроном, он был, кстати, основатель института имени Штернберга, да, и был он главный редактор астрономического журнала. И вот он, значит, Фисенков утверждал следующую вещь, что он говорит, ну, это не так, он не говорил, что он плохой, это не так, ну, а как, ну, это как-то по-другому, вот смысл такой, это как-то по-другому, а как, ну, ну, вот, ну, понятно, с экватора ничего оторваться не может, потому что это должна быть окружная скорость, МВ квадрат, В квадрат делить на Р должна быть больше, чем ускорение свободного падения, иначе он не оторвется, понимаете, да? Ну, да, да. Иначе не только с эквенцией скорость, это не так, тут можно по-хитрому сделать, понимаете, чем дело? Вот, есть же у нас распределение Максвелла, да, Максвелла распределения, там у нас всегда присутствуют очень быстрые эти атомы, а там ионы, да, и вот эти вот атомы, ионы, они улетают, самый хвост распределения, у них скорость больше космической, но так же из Земли улетает же газ он, почему? Потому что вот на хвосте Максвелла скажут, приглядит они улетают, так же и с Марса улетают, так же весь газ улетел с Меркурия, его там нету, скоро улетит весь оставшийся с Марса, вот, улетят, и все, хорошо, что там холодно на Марсе, а то бы уже давно все разлетелось по всей атмосфере, вот, ну вот как-то, как-то так вот, да, вот они как-то улетают, и вот из этого газа что-то такое формируется, ну, это вот были такие утверждения, но они как-то вот внятно до такого вот концепции доведены никогда не были, хотя до сих пор, так сказать, фисенковцы говорят, а что там Шмидт, вот фисенка, а что фисенка, ну, фисенка голова, и все, да, это как те пикейные жилеты, да, помните, как вы рассуждали-то, Ллойд Джордж, голова, я помню это выражение, пикейные жилеты, да, брян голова, голова, брян голова, вот, вот такие вещи, ну, вот, фисенков голова, с этим никто не спорит, потому что у него очень много было здравых мыслей, идей, вообще он значительный вклад в астрономию внес, в том числе в астрономию Марса он внес значительный вклад, он, например, так сказать, топил мысль об обитаемости Марса и топил мысль по поводу наличие там каналов, потому что он был противник этих вещей, вот, он указывал на очевидные, так сказать, несуразности и несоответственно наблюдаемым данным, но мы все равно верили, мы верили, что там есть каналы, но их там не оказалось, вот, мы верили, мы простые люди с улицы, да, вот, так, значит, и так, то есть вот гипотеза, как шоу, ага, так вот, вот так она вот получается, такая ситуация, значит, у нас, что же дальше-то нам, куда же деваться-то нету нам, да, ну, вот так вот она возникла, тем не менее, сейчас уже известны две тысячи других планетных систем, если не больше, и вот ни одна из них не подчиняется вот такому вот гипотезе Канта Лапласа-Шмитта, все без Шмита обходится, гипотеза Канта Лапласа, Канта Лапласа, можно сказать, Канта Лапласа-Фисенкова, то есть для нас, для нашей системы, Солнечная система... Она одна из известных двух с лишним тысяч, все остальные на нее не похожи, наша только наша, одна такая, понятно, в которой планеты летают достаточно далеко, а там планеты летают очень близко, периоды их обращения часы и сутки, они очень перегреты, это все звездные системы красных карликов, красные карлики, там идет синтез, из водорода синтез гелия, и он там идет, идет, и будет идти еще многие миллиарды лет, это очень живучие, очень тихие звезды, поэтому у них очень мало выбрасывается, значит, звездного ветра, вот, а вот такое звезды, как солнышко, да, вот так наше, у них, значит, срок службы, так, где-то 10 миллиардов лет, пол срока она уже отслужила, вот, и вот это вот, она, в общем, хорошо гонит звездный ветер, хорошо с ее поверхности вылетает что-то, и вот это вот то, что хорошо вылетает, если бы там были планеты ближе, ближе, сформировались бы планеты, то они бы уже давно упали бы, они тормозились бы за счет этого солнечного ветра, то есть они бы не просуществовали миллиардов лет, как существует Солнечная система, то есть вот из таких планет, на которых, в принципе, возможна жизнь, то, в принципе говоря, вот как-то вот помыслить ничего другого, кроме этого редкого свечения обстоятельств, ничего невозможно, а те маленькие звездочки, у них, во-первых, планетки летают очень быстро, они очень нагреты сильно, горячие их называют, горячие Меркурии, горячие Юпитеры их называют, и ничего похожего на Землю нет, да, что вы... Да, ничего похожего на Землю нет, и более того, я вам скажу так, вот некоторые люди считают, что эти планеты только вот наблюдают, только те, которые рядом с ним, нет, там очень есть тонкие методы фиксации вот этих экзопланет, они вообще реагируют на весь планетный диск, все нормально, потому что сама звезда движется не вокруг своего центра геометрического, а вокруг центра масс звездной системы, и она, значит, тоже движется по вот этому движению самой звезды, а это движение, то есть разные стороны с разной скоростью к нам движутся, разные края, вот поэтому движение уже фиксирует, есть там что-то или нет, ничего-то, да, вот, то есть все это достаточно хорошо отработанная система, и она реагирует не только на близкие, вот они близкие, потому вы заметили, нет, на любые реагируют, если там они есть заметные, вот, ну вот такие вещи, ну так вот, Теперь дальше по поводу Самих наших планет Вот у нас такая замечательная планета Земля Она резко отличается от всех Других планет земной группы Единственная планета земной группы У которой нет Сплошной Планетной коры Нет сплошной планетной коры Единственная только у нашей планеты У нас есть океаническая кора И кора континентальная Океаническая кора постоянно обновляется Срок ее службы порядка четверти миллиарда лет Потому что она плывет Этот сам континент Она под него подныривает А в другом месте происходит рождение новой коры То есть вот это 250 миллионов лет Это время за которое Раздвигается континент Ну вот смотрите Сколько там от Европы до Америки Так на вскидку 5000 километров На вскидку берем 5000 километров это 5000 5 миллионов метров 5 миллионов метров Это значит 500 миллионов сантиметров А скорость движения порядка 2 сантиметров в год Да все понятно Вот вам все понятно Вот вам все 250 миллионов лет Пообразовала мне кора Вот она Она в другом месте Она стирается А потом новая рождается Да вот За липуха такая Вот Так сказать Древь Там древь Значит циркулянция идет Мамонтийного вещества Как значит нам объясняли Варианты Ну формирование таких планет Вот они из протопланетного диска Сформировались В протопланетном диске Были метеориты То что мы называем Метеориты Железо никелевые И каменные Как я в детстве их называл В соответствии с детской энциклопедией А сейчас правильно называют их Хондриты То ли углистые То ли углистые Куда ударения ставят Не знаю Разные Ученые со мной в разговоре Разные ударения ставят И вот значит Вот эта куча такая Железо каменная куча С поверхности Ну это вот камушки Летят Вот камни Камни Вот она земная кора Это камни А туда вглубь Если мысленным взором Опуститься Километров на 80 Там такое большое давление Что там уже говорить о том Что это камень Ну трудно А там такое давление Что все вот эти связи Между отдельными атомами Они разрушены И там квази-жидкое состояние Это вот мантия И в этом квази-жидком состоянии Тяжелое Тонет Легкое Всплывает Значит и пообразуется ядро Из тяжелого металла В железо Ну золото наверное Там даже есть Вот железо Золото Кто там еще там Уран Торий Калий-40 Это все радиоактивные изотопы Уран Торий Калий-40 Которые значит там Вырабатывают тепло И соответственно Подогревают мантию И вот циркуляция Мантийного вещества идет Да Вот наши две планеты Значит Земля и Венера Они очень похожи По размерам У Венера Очень богатая атмосфера Вот к этому чуть-чуть вернемся Вот со самой маленькой Меркурий Она уже атмосферу потеряла Откуда берется атмосфера Атмосфера берется При дегазации мантии Из мантии Во время вулканической деятельности Выделяются газы Вот сейчас там Активно идет дегазация Значит мантии На Венере Там очень плотная атмосфера Атмосфера содержит Много очень Облака там Из капель серной кислоты Атмосфера содержит Угарный газ И как мне рассказывали В институте Космические исследования Вот эти аппараты Советские Которые там Опускались Телерепортаж У них там Значит В процессе эксплуатации Начинало сказываться То что Угарный газ Начинал восстанавливать Кремния На поверхности линз Линза Это СИО2 Да А угарный газ Восстанавливает До Си И вот появлялась пленочка Тонкая пленочка Кремния Значит Становилось хуже видно То есть камера еще работала Но линза Уже переставала функционировать Покрывалась Тонким слоем кремния Вот Вот такие Такой вот факт Имеет место быть Вот за счет угарного газа Который есть Он восстанавливает У него Восстановительная атмосфера У Венеры Да Вот И вот значит Там богато В общем все возливается Там значит Называется вулканизм Траповый Траповый вулканизм Это значит так Это изливается На поверхность лава А давление наверху Большое очень На Венере И так обычно У нас когда лава Подходит К поверхности земли А давление В ней падает И вот растворенный В ней газ Он превращается В газ И выбрасывает Столб Вот это вот пепло Потому что Мантия охлаждается Ну как газированная вода Открываете газированную воду Выделяется в газ Вода при этом Охлаждается Не пей газированную воду Если болит горло Так рекомендуют Врачи детям Вернее не рекомендуют Или рекомендуют Не знаю Не пей Короче говоря И вот это вот Выбрасывает стоп А там это не выбросится Он просто вытекает Там повышенное давление И растекается блином Такой огромный блин Значит Следом другой блин Это такая стопочка блинов Несколько тысяч километров Диаметра Или тысяча И соответственно Слои километра Каждый слой по метру Ну так стопочка У нас на земле Тоже такие блины есть Это значит Так называемые Восточно-сибирские трапы И трапы Плато Декан В Индии Восточно-сибирские трапы Погребены Под слоем осадочных пород До них не доберешься Просто так А вот Плато Декан Оно на поверхности И вот значит Каждый следующий слой Вот он Верхний слой Разрушился Следующий Из-под него торчит А из-под того Следующий Получается как ступеньки Такие Трап Да Вот это Поэтому называют Траповый вулканизм Почему это было на земле Ну видимо Какая-то лава Вытекала У которой было мало газа Почему так Я не знаю Ну вот Ну потом Может быть Мы даже это узнаем По ходу рассказа Может это одна из Зацепок Для рассказа В дальнейшем Вот Ну так вот А вот На Марсе Тоже вулканизм Достаточно старый Он достаточно Хорошо уже Провентилировался Воздух там еще есть Не весь разбежался Но он в состоянии разбега Вулканизм там Если есть То очень слабый Там есть Самый высокий Вулкан Самая высокая Вулканическая Постройка В Солнечной системе Так называемый Вулкан Олимп 30 километров Высотой Значит Почему там 30 километров А у нас только 9 А потому что Там меньше Силы тяжести И поэтому 30-ти километровая Постройка Может не раздавить Своё основание На земле Горы выше 9 километров Они Разрушают Своё основание Основание Расползает Получает предгорь Вот эти Гималайи были бы выше Но они не выше Они вот такие Вот Вот такая вот вещь С Гималайами Это вышла Вот Ну а дальше Значит больше Пошел процесс И на земле Должно быть Как на Венере Почему не так Почему Да Кстати говоря Благодаря вот тому Что у нас Такая рваная Кора Состоит из отдельных Фрагментов Да Остальное Океаническая кора То вот Например На Марсе Есть такая Огромная Как говорят Водопроводчики Лопина На этой коре Это значит Называется Каньон Маринер Это в честь Маринера Который там Высаживал Ну фотографии делал Маринер Огромный каньон Где-то градусов 120 Если посмотреть По поверхности Марса Лопина Глубиной 30 километров Все как положено Больше 30 Просто она провалится Видимо Это вот Были такие Тектонические движения Что вот так вот Разорвало На Меркурии Еще веселее Там есть Меркурианские Уступы Значит это вот Видимо От тектонической деятельности Поверхность треснула Одна часть поднялась Относительно другой На 5 километров Такая вот трещинка Какая что-то ширина Не знаю Но вот эта вот Разница в 5 километров Впечатляет Вот Впечатляет разница На Земле этого Ничего такого нет Может быть Потому что у нас Нет сплошной коры Так вот дальше Самое необычное Почему у нас Нет сплошной коры У нас есть Это вот как раз Про то Что вы со мной Говорили Что американцы Летали на Луну Или не летали Эти данные Получили в общем-то Американцы Во время своих полетов На Луну Кстати говоря На свой-то канал Как это сказать В нашем с вами Сейчас разговоре У меня нет никаких сомнений Это я со своими сомнениями На ваш канал делился На мой канал Можно всякое такое Выносить На ваш Это только правду Я понимаю Себе-то Своим-то вы Рассказываете Как надо А моим Там синус 30 градусов Ну-то 0,29 0,30 Там как 0,49 0,51 Вот там такой Это моим-то А своим точно Одна вторая И все Понятно Я все понял Ну ладно Тем не менее Значит рассказываем дальше Так вот Наше дело было так Как говорят Это геохимики Так говорят Они в этом полностью уверены У них нет никаких сомнений Значит геохимики Говорят следующее Что вот Хотите верить Хотите нет Но по всей видимости У Земли Когда она вот сформировалась Из плотопланетного облака Вместе с ней Фактически Сформировался Лагранжев спутник Лагранжев спутник Это вот что такое Это тело Которое Находится в одной Из лагранжевых точек Знаете про такие Да Это по вашей По математической части Слышно Сейчас объясню Движется значит Тело Ну Земля вокруг Вокруг Солнца Или Луна Вокруг Земли И вот значит В этой системе Если движется По орбите Земли Там вот В другом месте В другой точке Тело И вот в этой точке Она положает Такую ситуацию Что ее тянет С одной стороны Солнце С другой стороны Луна А с другой стороны Земля А в третьих На нее может действовать Еще и Центробежная сила И вот если Тело это хочет Покинуть эту точку То на нее Действует Возвращающая сила Суперпозиция Эта сила Возвращает ее В эту точку Математики Меня понимают Да Я примерно Понимаю О чем Рис Я могу Конечно Это Аккуратно Посчитать Ну да Таких Лагранжевых точек Много Вот в одной Из лагранжевых точек Которая на 120 градусов Отстоит От Точки Где Земля Находится У нее сформировался Лагранжевый спутник Вообще говоря Лагранжевый спутник И есть Наши Солнечные системы Есть Три Роя Астероидов Которые Вокруг Лагранжевых точек На Орбите Юпитера Вокруг Солнца Находятся Они так Сгруппировались Есть Лагранжевый спутник Сатурна Вот он нас же Обзавелся Лагранжевым спутником Какой-то там Тоже Мелкий камень Там летает Вот И Наши Как сказать Так Исследователи Космоса Любят запускать Лагранжевые точки Разного рода Объекты Типа там Обсерватория Какой-нибудь Что мне расходовать На поддержание Орбиты Топлива Все Запустил И не знайся Да Вот поработает Пока не сломается Или пока не починится Вот Вот такие вот вещи Ну так вот Вот такая замечательная Значит Конструкция Там как-то возникла Как Ну как То ли захватили там Какое-то тело Протозимль Как они говорят Да Из этой протозимли Сразу на орбите На нашей Стали формироваться Два тела крупных Да Вот они Земля И ее Лагранжевый спутник Лагранжевый спутник Был поменьше земли Он где-то был Величиной с Марса И вообще говоря Из лагранжевой точки Вывести тело Очень тяжело Тем более тело Такой огромной массы Это же планета Марс Понимаете Ну нормальная планета С атмосферой даже Не луна Это не Ну да Да и луна тоже круто Но это еще больше Это же Марс Что-то тут не то Как же так это было-то И вот тут некая сила Неведомая То есть совершенно циклопическая Вывела это тело Из равновесия И она стала двигаться Немножко по другой орбите Чем Земля Немножко по другой То есть она где-то Если Земля Скажем За год Это делает Она делала Ну Что-нибудь На месяц На два месяца Короче Быстрее стала двигаться Или наоборот Длиннее Ну не важно Ну в общем Расходились мы На месяц Наши годы Это они Недолго они расходились Лет через шесть Они встретились Значит на два месяца Расходились Лет через шесть Они встретились Это тело Догнало Землю Поцеловалось с ним Протерлось Вот содрало Большую часть Внешней коры Планетарной Да Деформировало мантию И в этом случае Произошла Активная Вентиляция Мантии Мантия естественно Выступила наружу Да понимаете Ну ладно Стремится принять Форму шара Мощный Был вот этот Разрыв Она вся была Провентилирована Газ весь из нее вышел Вот почему на Венере До сих пор Плотные облака На Земле Все более-менее четко Да вот у нас Условия для жизни Она провентилировалась Значит у нас Значит сформировалась Капля Капля стала летать Расплавленного камня Вокруг Земли Эта капля стала Луной Потом Луна стала остывать Покрылась коркой Продолжалось остывание Остывало Сжималось Корка потрескалась Образовалось то Что называется Мегареголит Огромные значит Пластины Вот это Потом сверху Этот мегареголит Сейчас покрыт Реголитом То есть Ну Щебенка очень мелкая Скажем так Я по простецки говорю Мелкий щебенка Песочек Вот Дело в том Что это вот Поверхность За 5 миллиардов лет Хорошо разрушалась Мало того Что бомбардировка Метеоритами Облучение Протонами Высоких энергий Которые разрушают Химические связи В этих самых В кристаллах Плюс к этому еще Тепло-холодно 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 От солнышка Ну Плюс Чего еще Плюс солнечный ветер Короче говоря За 5 миллиардов лет Она покрылась Вот этой крошкой Все Конец фильма Вот с этим делом Да Вот А Земля стала Вот такой милой Замечательной Милой и пушистой Вот Об удачной Земле Началось Да От Какая сила сдвинула Какая неведомая сила Вот как быть Есть такой кинорежиссер Ларс фон Крир Он сделал фильм Называется он Меланхолия Меланхолия Фильм о том Как погибнет человечество Разом Быстро Да Чтобы без вариантов Чтобы борьба была бесполезна Да Ему нужен был такой вариант И он за этим вариантом Обратился К этим самым Прогрессивный режиссер Обратился к ученым Да Так вот Сказали Да И ученые астрофизики сказали Ну вы знаете Ларс Тут есть только один способ Это Вот какой Слушайте Но он очень маловероятный Имейте это в виду Значит Дело в том Что речь идет О прохождении Через солнечную систему Другого небесного тела Спутника Спутника Центра галактики Значит Вот есть слово такое Космический мусор Знаете такое слово Да И вот этот космический мусор Радикально отличается От обычного мусора Если вы едете Значит На машине Лежит мусор На дороге Вы можете на него доехать А вот если вы летите В спутнике То мусор рядом с вами Летит примерно С той же скоростью Иначе он упадет на землю Понятно Да Скорость ваша Может быть относительно Но небольшая То есть вы под разными углами Движетесь Все Совсем чуть-чуть Вот Значит Так вот Столкновение Поэтому маловероятно И то же самое Можно сказать про звезды Которые движутся Вокруг центра галактики Они движутся 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 Летают Летают Все вместе Хором Там есть Там есть конечно Не только звезды Вот которые Вот звезды Горят Мы их видим на небе Красные карлики Все их видно Есть даже Коричневые карлики Это звезды Которые Так слабо Тлеют Что они только Тепловое излучение Излучают Инфракрасное А есть такие звезды Которые звездами не стали Типа нашего Юпитера Сатурна Это гиганты Даже крупнее могут быть Юпитеры Крупнее Сатурна Может быть там Тридцать Этих самых Или двадцать Юпитеров Но все равно Это вот не звезда И вот такие Объекты тоже Есть наверняка В галактическом пространстве И вот один такой Объект Случайно Проходит Мимо Солнечной системы И вот он-то И сдвинул Это тело Ну своей гравитации Движут Позвал за собой Вдаль Светлого И улетел Бросил Вот Вот такие вещи Ну у Ларса фон Трира У прогрессивного режиссера Он столкнулся с землей И все погибли Включая главную героиню Так сказать Кирстен Данст Все погибли Все красиво погибли Все красиво было снято Вот Борис Сергеевич Да Ужасная катастрофа Наступила Я В 16.30 То есть сейчас Должен Но Но Мне ужасно Хочется дослушать Ну в другой раз Дослушаете Идеальный момент Сказки Вот как есть сказки Шахерезады Да Это будет Сказка с продолжением Если Можно будет сказать Какова вероятность Была наступление Такого события Да И мы Для прогрессивного режиссера Это можно все Что хочешь Разрешить Мы на Ларсе На этом Ларсе Да Мы остановимся И остановимся Я тогда останавливаю запись Говорю спасибо И продолжение следует Да Борис Сергеевич Огромное спасибо Оставайтесь на связи Продолжение следует Огромное спасибо Всем Кто стал нашими патронами А те кто еще не стал Мы всех приглашаем стать Записывайтесь На патреон Огромное спасибо